Залина, скажите, как вам пришло решение, кто подсказал, чтобы заниматься именно таким тяжелым в легкой атлетике, наверное, одним из самых тяжелых видов спорта? Ну, у нас тут ответ простой. У меня семья спортсменов, у меня папа бывший молотобоец, мама металлодиски, ядро, она до сих пор является рекордсменкой в Молдавии по толканию ядра. Поэтому, думаю, решение было самым простым. Я не могла пойти в балет, когда у меня все метатели в семье. Скажите, а какие специальные упражнения вы делаете для того, чтобы развивать силу, какие-то специфические технические навыки, позволяющие вам метать снаряд столь далеко? Ну, специфической у нас является техника метания молота, это получается 4 поворота, то есть надо соблюдать все точки. То есть если там немножко неправильно сделаешь, там не так войдешь в поворот или немножко плечами пойдешь, то можешь потерять до 5 метров. То есть это основная специфика молота. А так вся работа является, в принципе, как у всех. Мы и бегаем, и прыгаем, и веса поднимаем, потому что, ну, понятное дело, 4 килограмма надо как-то метать. А вот где вы находите площадки для тренировок, все-таки это опасное дело. Если вы метаете ваш снаряд, то нужно, я не знаю, там в радиусе 100 метров, чтобы никого не было, видимо. В Кишиневе есть такие площадки? У нас есть одна единственная наша площадка, она находится возле легкоатлетического манежа. То есть кто-то говорит, манеж спорт-арена, но неправда. Это легкоатлетический манеж, он был и будет. Там поблизости есть наш стадиончик маленький, мы там метаем. У вас происходят изменения в личной жизни, извините, что спрашиваю. Ну да, я вышла замуж. Вы вышли замуж, вы дальше будете заниматься спортом, будете тренироваться, будете готовиться к новым достижениям. Если да, то каким? Например, чего вы хотели бы достигнуть в 2017 году? Конечно, у меня уже сезон, в принципе, олимпийский, цикл начался. То есть мы готовимся уже к Токио 2020. То есть я не останавливаюсь на пути. И пятое место уже, честно скажу, меня не устраивает, я хочу чего-то большего. Ну, в следующем году у нас планируется чемпионат мира, куда мы уже готовимся и надеюсь выступить на максимуме. Каким образом вы снимаете психологическое напряжение? Я, например, не могу представить себя на вашем месте в олимпийском финале. Это же что-то невероятное, ревущие трибуны, невероятное напряжение, и надо достигнуть какой-то спортивной цели. Вы что, полностью отключаете свою психику? Ну, на секторе, вот у меня такое, я когда захожу в сектор, в круг, то, если честно, звук пропадает. Я вообще ничего не слышу. То есть вот этот рев, там, бега, прыжки, этого всего нет. Я зашла в круг, я сконцентрировалась, я знаю, что мне надо выполнить. Какого результата вы хотите достигнуть в 2017 году? Рубеж ваш? Ну, рубежа как такового нет, у самого высокого. То есть я не могу сказать какой-то там, какой-то рубеж. Чем выше, тем лучше. Сегодня с тем, что вы стали пятой на Олимпиаде, реально вам, допустим, войти в число призеров на чемпионате мира? Реально. Мне, к сожалению, на Олимпиаде немножко не подфартило. Скажем, я даже тренеру отцу говорила, говорю, если там наверху кто-то хочет, чтобы у меня была медаль, она будет. К сожалению, 2016 был не мой год. Значит, будет 20-й. Мы не наверху, но мы очень хотим, чтобы вы исполнили все ваши чаяния в новом 2017 году. Спасибо за интервью, с признанием вас. Удачи, здоровья и счастья в семейной жизни. Спасибо.